Уважаемый Сергей Викторович, предсвященный архипастер, уважаемые представители отечественной дипломатии, господа послы, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно всех вас поздравляю со светлым Христовым воскресением, традиционным нашим приветствием Христос Воскресе. Благодаря традиционному гостеприимству Министерства иностранных дел России, сегодняшняя пасхальная встреча вновь объединяет представителей крупнейших религиозных общин, государственных и общественных деятелей, российских и зарубежных дипломатов. В эти праздничные и светлые дни событие Воскресения Христова наполняет нас радостью. И так важно, чтобы эту радость смогли почувствовать не только мы с вами, но и каждый желающий открыть свое сердце навстречу воскресшему Христу. Церковь, следуя Евангелию, призывает человечество оставить все распири, разделения, отказаться от насилия, проявить любовь и сострадание к обездоленным и всем тем, кто нуждается в особой заботе и участии. Этот призыв особенно актуален в наши дни, когда люди стали забывать трагические страницы недавнего прошлого. Память об ужасах двух мировых войн XX века многие десятилетия направляло международное сообщество на пути поисков основных условий устойчивого мирного существования стран и народов. В послевоенное время, несмотря на целый ряд противоречий и разногласий между политическими блоками, международной дипломатией удавалось сохранять мир от глобальных конфликтов и столкновений. Ныне же мы порой слышим от ответственных, казалось бы, людей поразительные по своему легкомыслию разговоры о возможной новой войне, которая должна будет устранить запутанные противоречия и привести якобы к новому мировому порядку. Сегодня политики отдельных стран с легкостью отказываются от достигнутых многими трудами международных соглашений, в том числе связанных с ограничением тех или иных видов смертоносного оружия. А это ведет к новой гонке вооружений, к росту угрозы ядерной войны. Мы хорошо знаем, что ядерный потенциал сверхдержав в свое время создавался как инструмент сдерживания. Этот факт уходит из понимания современных политиков, конфронтационный настрой которых становится по меньшей мере безответственным. Недобросовестные политики пытаются влиять и на другие сферы человеческого бытия, в том числе на деятельность религиозных общин. В связи с этим необходимо упомянуть тот тяжелый урон, который был нанесен православному единству в результате спровоцированного извне вторжения Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви с целью разрушения ее целостности и расторжения духовных связей между народами исторической Руси. В декабре прошлого года в Киеве под руководством покинувшего ныне свой пост президента Украины Порошенко и представителей Константинопольского патриархата была предпринята попытка принудительного объединения православных с целью создания единой национальной церкви с ярко выраженной русофобской политической ориентацией. Крупнейшая религиозная организация Украины, самоуправляемая Украинская Православная Церковь в составе Московского патриархата по духовным и каноническим причинам отказалась участвовать в этом политическом проекте. Создание без ее участия к так называемой Православной Церкви Украины ПЦУ стало по сути предвыборным инструментом Порошенко. Как мы знаем, успеха в выборах эта затея ее инициатору не принесла. И ни одна из поместных православных церквей мира не признала ни новую церковь, ни ее предстоятеля. Не могут не шокировать методы, которые использовались для того, чтобы заставить Украинскую Православную Церковь изменить свою позицию. Давление на епископат и духовенство со стороны спецслужб, правоохранительных органов и радикальных политических сил, массовые обыски в храмах и по месту жительства духовенства, фиктивные уголовные дела, вызов духовенства на допросы, задержания и обыски при пресечении границы Украины, клеветническая кампания в украинских СМИ, публикация личных данных иерархов и духовенства на зловещем сайте «Миротворец» и так далее. Целый ряд видных представителей власти, включая уходящего предрезидента, выступали с заявлением, разжигающим ненависть к Украинской Православной Церкви. Минувшей зимой были приняты два дискриминационных закона, направленных против наших верующих. Закон, обязывающий Украинскую Православную Церковь сменить свое название и именоваться не Украинской, но Российской Православной Церкви. И закон, облегчающий порядок перехода религиозных организаций в другую конфессию. Цель обоих законов, ее не скрывали законодатели, обеспечивать массовый отток православных происходов в новосозданную ПЦУ, так называемую Православную Церковь Украины, из приходов Украинской Православной Церкви. Многочисленные нарушения прав и свобод верующих канонической Украинской Православной Церкви отмечались в докладе Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека за 2018 год. Компанию рейдерских захватов храмов Украинской Православной Церкви пытались замаскировать под видом добровольных переходов в новую конфессию. Эти захваты в большинстве случаев организовывались местными властями и сопровождались фактами подделки уставных документов, взлома храмов, избиением верующих и духовенства. Полиция оказывала пассивную поддержку захватчикам, а в некоторых случаях даже участвовала в избиении православных верующих. Все это зафиксировано на видеопленках, все это зафиксировано и в памяти людей, а это самая прочная фиксация, и в соответствующих документах. Каждый случай легко доказать любой международной экспертной организации. В подавляющем большинстве случаев общины, храмы которых были захвачены, продолжают службы в подсобных помещениях, на дому и даже иногда на улице, в том числе в зимнее время. Недавние выборы на Украине показали, что украинский народ не одобряет спекуляции религиозным факторам в политической цели. Завхваты храмов и незаконная ликвидация религиозных общин несколько затихли по окончанию выборов, что еще раз указывает на искусственность этого процесса, который инспирировался предыдущей властью. Мы надеемся, что новоизбранный президент не повторит ошибок своего предшественника и искренне желаем ему успеха в объединении и примирении украинского народа. Украинская Православная Церковь избегает любого рода политизации. Она объединяет миллионы украинских граждан вне зависимости от их политических убеждений. И мы также надеемся, что ее колоссальный миротворческий потенциал, недооцененный прежним режимом, будет в полноте востребован новыми властями Украины. Не только на Украине верующие сегодня подвергаются дискриминации. Мы продолжаем с болью говорить о судьбе христиан Ближнего Востока и Северной Африки. Ни для кого не секрет, что тяжелая ситуация в этих регионах была спровоцирована политикой некоторых зарубежных держав. Хотя сейчас обстановка на Ближнем Востоке стала стабильнее, христианское население еще не может массово вернуться в родные места, поскольку дома разрушены, а социальная инфраструктура нуждается в восстановлении. Страны Старого Света наполнены беженцами, которые стали причиной внутриполитических раздоров и вызовом для привычного уклада жизни местного населения. В условиях нарастающих в мире противоречий хотел бы напомнить о потенциале межцерковного сотрудничества и межрелигиозного диалога, активным сторонником которых является наша Церковь. Убежден, что религиозные деятели призваны вносить свой незаменимый вклад в дело укрепления мира, согласия в обществе и справедливости. Мы будем вместе с нашими православными братьями делать все возможное, чтобы сохранить единство православия на основании вековых канонических установлений. Будем и дальше без всякого стремления к первенству, к превосходству, стараться способствовать взаимному общению поместных православных церквей, в том числе приглашая их предстоятелей и представителей на наши памятные события, как это было в конце января, начале февраля текущего года. Будем последовательно продолжать диалог с Кримокатолической Церковью, с древними восточными церквами, такими как Армянская, Коптская, Сирийская, Ортодоксальная, Эфиопская Церкви, а также Ассирийская Церковь Востока. Вместе мы можем сделать многое ради сохранения евангельских идеалов в обществе, отстаивания права христиан на мирную и безопасную жизнь на землях своих предков, достижения мира и согласия между народами. Совместными действиями людей веры при поддержке дипломатии и властей мы сможем сделать жизнь людей лучше, помочь тем, кто нуждается в поддержке. В качестве примера хотел бы привести работу межрелигиозной и рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи народу Сирии, созданной Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Радует, что помощь раздается на местах совместно христианами и мусульманами. По признанию местных религиозных деятелей, проявление такой солидарности для них особенно дорого. Совместными усилиями мусульман и христиан надеемся способствовать восстановлению социальной инфраструктуры Сирии. Первым проектом такого рода станет пятиэтажная общеобразовательная школа в Дамаске, поврежденная в ходе военных действий. Постараемся восстановить ее к началу учебного года. В современный мир рассекли глубокие трещины. Военные и политические конфликты проложили их по странам, народам, семьям и отдельным людям. Наша совместная задача – исцеление этих ран. Дипломаты, религиозные деятели – все мы можем внести свой вклад в преодоление недугов современного человечества. Завершая эти слова, хотел бы сердечно поблагодарить глубоко уважаемого мною Сергея Викторовича Лаврова за то высокопрофессиональное и ответственное служение, которое насуществляет на ниве внешней деятельности и за высокий уровень сработничества с Русской Православной Церковью и другими традиционными религиями России. Желаю всем собравшимся в Доме приемов МИД России радости и мирного духа. И воскресший Христос доподаст нам силы и вдохновение для созидательных трудов во имя лучшего будущего ныне живущих и последующих поколений. Воистину воскресе Христос! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok